Притяжение моря Море – прекрасная стихия, которой так стремится наше сердце. Эта стихия дарит нам радость и вдохновляет нас на творчество, даёт нам покой и отдых, наполняя наше сердце шумом прибоя и криком чаек. Серебрится море под луной, наполняя счастьем мир безбрежный, распустился вновь в душе покой, как цветок чарующий, нежный. Горы смотрят тихо сверху вниз, зажигает Ялту летний вечер, и морской прибрежный лёгкий бриз вновь качает кипарисов свечи. Иногда морская стихия становится непокорной и начинается штурм. Это удивительное зрелище. Нас море провожает штормом, и берег в дымке голубой. Судьбе стихия непокорна, ликует Ялтинский прибой. Грустить у моря нет причины, ему не страшен летний зной. Шумит бескрайняя пучина, и море снова рвётся в бой. Конечно, все мы любим южные моря. Особенно красива морская стихия в окружении гор, как в Большой Ялте в Крыму или на Кавказе. Мы живём на севере, вдали от тёплых морей, но наше Белое море ничуть не хуже Чёрного или Азорского. В Архангельской области есть множество живописных мест, где можно отдохнуть душой и сердцем и насладиться красотой природы. Одно из таких мест – Онежский залив Белого моря, самый тёплый из всех его заливов. Я приеду к морю белому, посидеть на берегу, Что бы мы без моря делали, жить без моря не могу. Я приеду к морю белому, здравствуй, ласковый прибой, Что бы мы без моря делали, светлой летней порой. Удивлюсь его безбрежности, дарит море мне покой. И поёт оно о нежности, а душа полна тобой. Слушаешь шум моря, забываешь о своих делах и проблемах и думаешь о вечном. Небо твоё лови, солнце в душе искрится, море твоё плыви, Волны летят, как птицы, тайна прибрежных скал, мудрость шумящих сосен. Всё, что ты здесь искал, в вечность тебя уносит. Белое море радует нас своей красотой и блестит на солнце, как большой алмаз. Как музыка прибоя хороша, суров онежский берег, сосны, скалы, И к морю белому так тянется душа, как будто хочет всё начать сначала. Онижский берег, ласковый прибой, покой извечный вряд ли мы нарушим. Сюда вдвоём приедем мы с тобой, чтоб успокоить снова наши души. Вновь очищаясь музыкой небес, душа летит вперёд по белу свету. Встречает нас теплом онежский лес, а сердце добротой людей согрета. Онижских улиц тихий говорок, и над Онегой звон колоколов. На белом свете тысячи дорог. Но нам понятно всё с тобой без слов. С тобой мы в Онеге в первый раз. Лесов искал прибрежных безмятежности. Искрится в море, как большой алмаз, и облаков чарующая нежность. В старинном храме Богу помолюсь, и сердце словно птица встрепенётся. Я к морю обязательно вернусь, а может быть оно ко мне вернётся. Вернётся с криком чаек в небесах. Вернётся с тихой музыкой прибоя, Чтобы замедлить время на часах. Хотя б на миг смогли бы мы с тобою. Недалеко от Онеги, в Белом море, есть удивительный остров Кей. Остров уникален тем, что он сложен из гранитных скал. И название Кей означает камень. На этом острове особая атмосфера и энергетика. Окружённый со всех сторон Белым морем, Он дарит нам прекрасные мгновения общения с природой и погружения в её тайны. Кей остров в Белом море, как причал, Для тех, кто хочет окунуться в вечность. Исток надежд, начало всех начал, Суровый скал и облаков беспечность. Спит монастырь, поклонные кресты, Встречают тех, кто вечно с морем спорит. Что здесь отыщешь и откроешь ты? Какие тайны Кей тебе откроет? Ещё одно удивительное место на Белом море – село Варзагоры. В этом старинном поморском селе расположен единственный сохранившийся у Белого моря тройник. Две деревянные церкви 1636 и 1793 годов постройки и колокольня XVIII века. С одной стороны села – красивое озеро, а с другой – высокий морской берег удивительной красоты, с высоты которого взору открываются поморские просторы и огромное небо. На берегу растут чабрец и вороника, поёт северный ветер и хорошо виден каменный остров Кий, а где-то вдалеке лежат прямо на кромке моря удивительной формы и красоты облака. Варзагорская сказка, созвучие море и ветра, с колокольни глядим на деревню с тобой свысока, и душа моя морем и небом анежским согрета, а над миром летят и летят корабли и облака. Отрекаясь от шума, забот, городской круговерти, мы уходим в иной, безграничный для сердца простор. Варзагором усталую душу свою вы доверьте, устремляя на небо и море суровый взор. Здесь чабрет с вороникой, у берега чистого рюжи, ловят рыбу по мору и вам пирогов напекут. Как же сердце устал, ему светлый простор этот нужен. Берег Белого моря для странников вечный приют. Мы помолимся в храме с тобой, тихий звон колокольный, пусть над миром летит, сохраняя тепло и покой. Будем жить мы с тобой на земле беломорской достойно. Умножая добро, будем жить на земле мы с тобой. Наше северное лето не всегда радует нас теплом, но море прекрасно в любую погоду. А если еще и солнышко выглянуло, то душа радуется и теплом, и красоте северного моря. Анижские бары, озера, море, кей остров, ворозогорская краса, и сердцу так привольно на просторе, когда уже в твоей душе роса, когда уже в твоей душе рассветы, и море белое шумит морской прибой, когда приходит северное лето, и солнце над твоей головой. Когда видишь море, отдыхаешь душой, и не хочешь прощаться с его красотой. Прощай, Онега, я к тебе вернусь, как птицы возвращаются на север. Я теплым летним дождиком прольюсь, чтобы расцвел онежский сладкий клевер. Прощай, Онега, бурям вопреки я убегу от всех проблем на свете. И стихнет ветер у твоей реки, и море солнцем и теплом нас встретит. Прощай, Онега, светлый тихий лес, озерный край, бары, грибы, морожка, от моря до божественных небес осталось здесь уже совсем немножко. О красоте моря поэты и писатели говорят на разных языках мира. Болгарская поэтесса Петя Дубарова посвятила морской стихии свое стихотворение, которое называется «Море». В объятиях моря кружевного барашки нежно играют, и озорное море снова, как балерина, оживает. И рыбки быстрые, цветные, плывут в прохладе благодатной, червонные, золотые, как им резвиться здесь приятно. Любуюсь я морскую далью, плывут красавицы-медузы, прикрывшись белую вуалью, накинув шелковые блузы. «Море — наше поле», — говорят поморы. «Быть помором — значит жить и кормиться морем». О море писали многие поэты и прозаики. Известный итальянский писатель и философ Джузеппе Мадзини сказал так «Море и небо — два символа бесконечности». Французский писатель Жюль Верн заметил, что море — это вечное движение и любовь, вечная жизнь. О море писал и талантливый поэт Иосиф Бруцкий, которому принадлежат такие поэтические строчки. «Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди, сядь в поезд, высадись у моря». Приехать к морю в несезон помимо материальных выгод имеет тот еще резон, что это временный, но выход. У писателя Альчина Сафарли есть замечательный роман «Расскажи мне о море». Герои этой книги принадлежат такие слова. В каждом из нас море проявляется по-разному. В ком-то штилем или штормом, в других приливом или отливом. В море счастья и прозрения, и опасности, и неизбежности. Не пытайся определить, где оно кончается. Зачем ограничивать жизнь? Харько, и по Deraldamento. А еще раз. С Chip и Fryhoffей неизбежности. Как главный, onda的时间 к Krологодем.